Здравствуйте! Видите, что у меня в руках? У меня долгожданные шармиконы. Это весна-лето 2024. Смотрите, сколько их много. Вы знаете, что практически все, что мы планировали из декоративных элементов, это краски, гель-лаки, краски для стемпинга, пластины, слайдеры, все уже вышло. Уже всем можно фантазировать, работать, чтобы создавать весенне-летнее настроение на ногтях ваших клиентов. Но нам не хватало с вами наклеек, которые идут на клеевой основе уже. Мы их называем шармиконы, которые рекомендуется клеить на поверхность без остаточной липкости. И желательно эту поверхность создавать при помощи Т-класса, потому что у него резиновая поверхность, на которую очень классно, качественно. Вот эта клеевая основа, которая у них присутствует, прям присасывается, я называю. Потому что можно взять и снять липкий слой с финиша и потом приклеить шармиконы. Это тоже имеет место быть. Но лучше и качественнее всего они приклеиваются на Т-класс. Сейчас я вам буду каждый вариант показывать. Давайте сейчас показываю. Это Юлечка мне тут помогает. А типики принесешь тоже, да? На камашке? Да. Итак, шармикончики. Они здесь без этих, кстати. Мне нужны номера. У тебя есть бумажка с номерами? Сейчас я вам буду каждый вариант показывать. И даже варианты с типсами. Буду показывать. Можно будет сейчас сделать скриншот экрана. Пишите, кто ждал шармиконы, кому в работе прям их не хватало. Потому что вы знаете, у нас принцип создания дизайна на ногтях, это такой принцип бутерброда. Это когда мы слой фона, когда слой какого-то интересного фона. Это может быть градиент, может быть, например, стемпинг. Потом слой каких-то слайдеров. Потом слой, возможно, еще раз слайдеров. Потом, возможно, слой шармиконов. И за счет этого создаются такие, знаете, сложно сочиненные варианты дизайна. Которые тоже могут хорошо продаваться. Но при этом не требуют от вас каких-то навыков художественных. Это абсолютно не, скажем так, художественное произведение, а созданное с нуля кисточкой. Но все равно это хедмейт, который создан при помощи декоративно-прикладных элементов. И это не значит, что мы обесцениваем такой дизайн и берем дешево. Потому что он тоже требует времени, аккуратности. Так, ну что, поехали. Они будут в продаже. Какого числа? 5 апреля, да? Они уже на складе. Вот. И официально на emyshop.ru. Возможно, у дистрибьюторов, у многих, будет чуть раньше. Да, я вот думаю, что у московского дистрибьютора это точно будет раньше. Итак, первый вариант это вот такая морская история. Здесь присутствуют черный, белый цвет и золотой с серебряным. А, их два варианта, смотрите, они задвоенные. Одно и то же, только один вариант выполнен в серебре, второй вариант выполнен в золоте. Вот кто, кстати, спрашивал, серебра мало, вот в этот раз в летних шермиконов серебра более чем достаточно, вот имейте в виду. Вот как раз вариант, вот этот сделан полностью из серебра. Видите, здесь часть ракушек, часть рыбок, черепашек, морских звезд выполнены в серебре. Понятно, что шермиконы это доп-элемент, и интереснее он всегда смотрится, когда есть сложный фон какой-то интересный. Там, например, фон сделали стемпингом, вот как здесь. Хотя, может быть, и, видите, самостоятельно просто однотонный фон. И самое главное, просто создать композицию интересную. Так, это у нас шермикон, номер, ты видишь, все здесь. Пока ведете, я вам все подготовлены. Ты подготовишь? Ладно, тогда номера я вам чуть попозже прямо напишу. Сейчас пока вот так фотографируйте. Так, золото. Сейчас в золоте, теперь покажу, как это выглядит. Вот, например, золото. Тот же самый шермикон, только в золоте. Понятно, что здесь он, видите, в комплекте идет где-то добавленные ракушки, бульонки, где-то стемпинг добавлен, где-то фон интересный добавлен. Тоже можно вот так сфотографировать экран телефона, чтобы у вас были варианты, хотя бы примеры, с чем фантазировать. Опять же, напомню, что очень много вариантов дизайна. Всегда с чем сочетать наши гель-лаки, краски, стемпинг, шермиконгинг, слайдеры. Да, вот когда вы теряетесь, что с чем дружит, как это по компоновке, по композиции сделать. Вот всегда открывайте наши каталоги, которые выпущены под сезон. Они выходят два раза в год, так же, как и основные коллекции. Вот как раз пример я сейчас на срок четвертой страницы открыла случайно. И здесь как раз вариант работы в сочетании двух шермиконов и двух оттенков гель-лака. И вот как это может выглядеть на ногтях клиента. Вот поэтому, если не знаете, можно пользоваться каталогом. Так, тема Африки, тема анималистичных принтов, она все еще актуальна, имеет место быть. Как раз вам такое сочетание. Тоже сфотографируйте. Шермикончик имеет и подложку где-то у пятен, а где-то без подложки. И текста. Очень много разнообразного текста. Смотрите. А текст в компоновке, в композиции, это очень важная вещь сейчас в дизайне. Он является таким, знаете, связующим звеном в композиции. Вот поэтому тексту он всегда нужен. Здесь, смотрите, очень стильные плашки. И с подложкой, и без подложки, и мелкие, и чуть покрупнее, прописные, и веселые. Еще раз, 4 апреля будет уже доступно на amyshop.ru. Просто ставьте себе напоминание в календаре, чтобы зайти проверить. У дистрибьюторов, я так думаю, что будет чуть раньше. Всегда раньше. Им уже, скорее всего, отгружают, и у кого-то будет раньше. Так, следующий вариант. Это такой веселый. Кто любит повеселиться. Такой вариант шермикона. Смотрите, здесь и микки-маусы, и очень много из диснеевских смешных вариантов. Купюры с долларовыми. Если можно так сказать. Видите, здесь основная тема денег. Но она прочитана через тему Диснея. Опять же, если делать это в сочетании с такой яркой историей. Это и стемпинг, и слайдеры какие-то яркие. Получается очень даже весело. И при этом, грубо говоря, этот шермикон очень хорошим таким подспорьем. Может быть, визуальная составляющая. Кто визуализирует увеличить доход в следующем месяце. В этом году. Вот прекрасно можно использовать вот такие шермиконы, чтобы денег у клиента становилось с каждым месяцем больше. Чтобы его доход только рос и увеличивался. Так, сейчас еще один вариант. Так, вариант. Сердечки. Тема с сердечками, она у нас присутствует и в стемпинге, и также мы ее добавили в шермиконы. Потому что, во-первых, сердечки, это сейчас прям такая тема, это прям тренд. Они и мелкие сердечки на ногти, и вот такие принтованные могут быть. И здесь, например, возможно, такие достаточно перегруженные композиции. Но если мы представим просто однотонное белое покрытие, молочное нейтральное покрытие, и просто каждый ноготь разное сердце, будет тоже очень так минималистично и интересно, не перегружено. Такой вот классный шермикон. Так, следующий, конечно, флористика. В этот раз флористики не сильно много в шермиконах. Опять же, почему не сильно много? Потому что весенне-летняя тема, она больше просится цветочная, цветная именно, чтобы цвет присутствовал. Вот, поэтому обычно в летом мы не выпускаем много шермиконов именно от цветов. Потому что много слайдеров прикольных, ярких, сочных. Вот, ну, кому нравится вообще просто техника работы с шермиконами, потому что это самое быстрое. Да, у них же есть клеевая основа. Вы быстренько нанесли, приклеили и перекрыли. Вот, и они очень комфортные в работе. Многие хвалят наши шермиконы за тонкую текстуру, хороший клей и хорошую эластичность. Вот такой цветочный шермикон, он у нас один. Всего лишь один. И, конечно, у нас есть классная, интересная тема. Типсов у меня сейчас нет вам показать. Возможно, мы сейчас как раз с ним и поработаем. Смотрите, просто вот такие абстрактные элементы для каких-то акцентов в золоте. И снова, смотрите, в серебре. Вот, обратили внимание, очень много серебра в этот раз в шермиконах. Вот, кто просил. И, опять же, они могут быть как самостоятельно. Просто однотонное покрытие. Белый, черный, нюд. И это будет минималистично, очень элегантно. И в то же время можно делать какие-то абстрактные варианты дизайна. Можно делать фактуры природные, там, мрамор, камень. И добавлять, опять же, вот эти вот акценты будет очень здорово. Так, ну и, конечно, текст. Вы же понимаете, что без текста никуда. Есть два шермикона вот таких. Сейчас первый вариант вот такой вот. Много текста и крупного, и мелкого. Так, сейчас я его покажу. Смотрите, здесь варианты представлены. Видите, серебряный, серый и белый фон. И как хорошо, элегантно, мелкий шрифт всевозможный, разный по компоновкам, по композиции. Какие классные варианты дизайна можно сделать. Всем здравствуйте, да, девчонки, кто только присоединился. У нас сегодня утренний эфир. Обычно я провожу в час дня, в пятницу. Но сегодня нужно было перенести, поэтому я сегодня утром вышла. Такой шермикон текст и вот такой. Здесь я бы не сказала, что это прям, знаете, такой акцент на текст. Но все-таки текст здесь главный элемент. И второстепенные варианты, видите, с птичками и с перьями. Очень интересная тема, тоже сейчас часто встречается. И благодаря этому можно сделать достаточно минималистичные варианты дизайна. Например, как здесь, смотрите. Однотонный фон и вот такая россыпь птичек. И причем есть россыпи черненькая, видите. Прям вот перья и птички. Птички, это тоже модный элемент, который сейчас часто встречается в оформлении, в бижутерии, в принтах к одежде, вот и так далее. Очень классный шермикон. Так, ну вот я сейчас кратко вам показала все. И хотела вам еще раз напомнить. Смотрите, вы знаете, что очень редко, когда шермиконом мы допечатываем какой-то тираж. Обычно это все такая разовая история, которая выпускается под сезон. Поэтому, если вы сейчас увидели, какие-то вот варианты вам очень нравятся, и вы знаете, что это вы будете использовать не один сезон. Потому что, по сути, сейчас если мы посмотрим все варианты из шермиконов, это все-таки такая база, которая будет пользоваться популярностью из года в год. Потому что они какие? Они все черно-белые. Золото и серебро. Поэтому, если что-то нравится, берите сразу много, по 5 штук, по 6 штук, по 3 штуки. Потому что потом возможности докупить, например, уже в июне, в июле, в августе не получится. Ну или тем более к осени. Потому что, как правило, уже к августу какие-то самые популярные шермиконы, они всегда вымываются. Вот допечатывать мы редко допечатываем. Вот даже сейчас пример. У нас осенью-зимой выходила коллекция шермиконов. Там было несколько штук базовых, ну очень удачных. Ну такие вот, кто помнит, отверстия такие золотые. И отверстия цепочки. Они практически сразу закончились. Причем я сразу знала, что они закончатся сразу. Поэтому, если любите такое, нравится такое, покупайте сразу много, чтобы хватило, например, на 2 года. Понимаете? Так, поехали делать с вами дизайн. Я его, конечно, разодрала уже. Мне же вот так удобно было пока. А я вообще не снимали? Я знаю, а что вам? Вот так будете. Так, что ты мне номера принесла? Давай я прям так с телефона покажу. Так. Сейчас я могу вот так показать, чтобы прям запомнить номера. Смотрите, значит, сердечки. Говорите, я буду подписывать. Так. Сердечки. Это номер 245. Чувства. Серебряные. Морские. Номер 250. Риф. Золотые. Риф. А, они Мальдивы называются. 251. 252. Саванна. Прям делайте скриншот экрана. 253. Флай. Цветочные. Это 245. Чувства. Комиксы. 247. Как раз вот эта тема интересная. А что, вы с червяками вот с этими не делали, что ли? Не доделали. Не доделали. 248. Вот я, наверное, сейчас с ними и буду делать. Изящество. 249. Это текст. Так. Ну, по-моему, все я показала. Да. Ну, кто не успел сейчас сфотографировать экран, можно будет это сделать уже при повторном посмотре, когда я выложу. Так. Ну, поехали. Со червяками будете делать? Не знаю. Мне все хочется. Я теперь хочу все одновременно. Давай, иди с ним. Понимаешь? Четыре стипса. Так. Ну, давайте начнем с этого. Шермикона. Мне как раз Юленька, она еще образцы не делала. Говорит, давайте. Да, Юленьке надо как раз. Хорошо. Будем, значит, с этим фантазировать. Ну, понятно, что когда мы его видим, первое, о чем думаешь, это какие-то природные фактуры хочется с ним сделать. Кстати, смотрите, вот добавляли сюда. А, вот добавляли, да. Кстати. Очень даже. Ну, мы сейчас, наверное, какие-нибудь разводы сделаем первое-наперво. Единственное, знаешь, что мне тогда коллекция нужна? Вот это вот, моя любимая, сафари, или как она там у нас? Угу. У вас не все, да? У меня только... А, вот они шпатки. О, дай мне их сюда. А, ну нет, здесь... Сразу хочется чего-нибудь вот такое всякое, песочное. Тут у меня разные, короче. Для чего-то мне нужны были нюдовые оттенки разные. Так, 442, 313. Ну, давайте вот так. 313 это будет основа у нас. У меня сегодня пуховая кофта. Это просто капец. У меня теперь этот пух белый будет везде. А батюшки... Господь, Господь. Блин. Вся в пуху. Так. Здравствуйте. Это коллекция, которая без коробки? Да. Это коллекция, которую... А, принеси мне выкраски. Коллекция нюдовая, которая наша. И коллекция сафари выкраски. Вот мне тут Юля принесла. Это коллекция сафари. Вот. Есть еще офигенная коллекция без блесток. Это нюдовая коллекция. Это все базовый у нас ассортимент. Так. Ну, давайте вот так возьмем. 444. Темненький. И можно 442. Отлично. И сюда, наверное, черненький мы еще возьмем. Так. Раз, два, три. Сюда же мы берем... Слайдер нам сейчас понадобится. Слайдер и база Эмилак. И база Эмилак. Так. Сначала берем базу Эмилак. Вот они, две коллекции. Видите, не знаю, почему я сразу подумала, когда посмотрела на этот Шермикон, вот об этих двух коллекциях. Восхитительные. Знаете, я вот когда смотрю на такие оттенки, вот такую нюдовую историю, конечно, сразу такие ассоциации. Хочется съесть. Хочется покушать этими цветами. Это все продается поштучно. Так. Этот цвет высох. Теперь нам понадобится палитра. Палитра. У нас гель-лаки достаточно пастозные, цветные, потому чтобы они хорошо текли. Я их всегда разбавляю с базой Эмилак. Всем доброе утро. Да, сегодня у нас, видите, расписание чуть-чуть я поменяла. Обычно в пятницу, в час дня идет эфир. Но сегодня он у нас утром. Просто чуть-чуть пожиже делаем. Сегодня тема у нас шермиконов. Я начинаю заранее анонсировать официально в продаже на emyshop.ru с 5 апреля. Это значит уже со следующей недели. У дистрибьюторов, я уверена, появится раньше. Особенно у московского дистрибьютора. Кто Москва и Московская область, обязательно, если работаете с менеджерами по работе с салонами красоты, с нашими московскими. Пишите им в личку. Возможно, вам намного раньше привезут, чем будет официальный старт. Так, и как основа для растекания, так как мне сейчас под мои шермикончики захотелось сделать какие-нибудь разводы, я наношу топ-слайдер. Я наношу топ-слайдер и берем любую кисточку. Вот можно взять кисточку для градиента. Сделали вот так поперек. Можно даже черненький. Здесь вот так вот добавить акцент. Все, даете чуть-чуть растечься. И кладем в лампу. Сушим. Сушим. И теперь шермикончики. Вот как раз с вариантом, с которым у нас еще ничего не было сделано. Я вам типсы не показываю. Еще раз напомню, в этот раз в весенне-летней коллекции очень много серебра присутствует. Например, морская тема. Видите, сделали два одинаковых шермикон. Один с золотом. А второй, видите, серебром. Сейчас идет презентация, наконец-то, шермиконов весна-лето 2024. Потому что, вы знаете, уже все вышло, кроме шермиконов. Я сама их очень долго ждала, потому что мне в дизайнах прям не хватало. Не хватало новых шермиконов. Вот поэтому у меня для вас сегодня хорошая новость. Кто любит работать этим материалом, в продаже на emyshop.ru будет с 5 апреля. У дистрибьюторов, у многих, таких как Москва, Ростовская область, Санкт-Петербург, будет раньше, я уверена. Написать тему эфира. Да, напишите. Презентация новых шермиконов. Так, подсушили. И, как я уже говорила, у шермиконов отличная клеевая основа. Так, вот что у нас получилось. У шермиконов отличная клеевая основа, на которую, вернее, которую классно приклеивать на теклас. Так, где мой теклас? Многие любят с шермиконами, потому что ими чуть-чуть быстрее работать, чем на водной основе наклейками. И сушим минимум 1-2 минуты. Чем дольше сушите, тем лучше. Так, сушим минимум 2 минуты. О, благодарю. Данил, какой ты предусмотрительный. Так, прикрепить комментарии. Спасибо. Спасибо. Еще раз про шермикончики. Если любите эту историю, то обязательно понравившийся вариант шермикона покупайте несколько штук. Потому что есть вероятность, что допечатывать их не будут. Но сейчас могу с уверенностью сказать, что допечатывать нам сейчас очень сложно. Потому что я уже не один раз повторяла, эти декорации мы производим не в России. И доставлять их сейчас очень сложно. Плюс макеты мы делаем все равно долго. Потому что макеты отрисовывают мои дизайнеры. И сейчас это все так сильно растянулось во времени, что нам дополнительно какие-то партии допечатывать просто нерентабельно. Поэтому это все разовая сейчас история. Если что-то нравится, сразу покупайте много. Давайте второй вариант сделаем вот в такой морской тематике. В морской тематике. Вот такой вот, например, веселенький вариантик. давайте возьмем цвет 471 и к нему добавим цвет 473. Как попасть к вам в команду, Данил? Ты мой хороший. Я прямо о тебе, ты знаешь, тут недавно вспоминала. Еще говорила, блин, такой хороший мастер. Мальчик еще плюс к тому же. Это так нравится девочкам. Ты себе даже не представляешь. И как мастер, и как технолог. Надо к этому вопросу вернуться. Так, сейчас мы сделаем градиентик с вами. Сейчас первый слой сделаем по классическому варианту, а потом я просто буду растушевывать блестки. И здесь мы с вами поработаем с историей именно морской. Прям вот чуть-чуть. Сейчас мы перемешаем. Сушим. Так, вот этот вариант, кстати, уже готов для приклеивания. Еще раз говорю, никогда не спешите с просушкой текласа, потому что если останется хоть чуть-чуть дисперсия, вам не будет нравиться, как приклеиваются шермикончики. Так, ну, конечно же, я люблю историю золотую, поэтому, ну, пардон, я буду сейчас отрывать только золотые шермиконы. Ничего не могу с собой сделать. Так, и тут... Видите, они настолько мягенькие, что будете резко отрывать, будет очень легко рваться. Но зато эта история, она идеально приклеивается к поверхности без остаточной липкости. Блин, офигенные штуки. Вот, нежненько отрывайте. И какую-нибудь козявочку вот тут добавим одну. Козявочки, наверное, так назвала эти шермиконы. Вот, отлично. И возьмем прайм. Чуть-чуть выровняем поверхность. Прайма очень хорошо выравнивать поверхность. Так как я здесь разводы до этого делала. Просится чуть-чуть выровнять. Так, здесь берем 471-й и в чистом виде его опять накладываем по кутикуле. Я много раз уже учила, как работать такими гель-лаками, когда большая концентрация и слюды, и блесток. Ими нужно работать в моделирующем слое. Так как, если бы это была скульптура. Так, а мы с вами делаем градиент. Здесь получается, видите, вначале моделирующими движениями. О, вот красивый переход. Сушим. Это девчонки подсказали мне на эфире, что из новой коллекции берешь 471-й от кутикулы и вниз берете любой оттенок из коллекции. Делаете такой градиент. Первый слой делаете по-мокрому, а для второго слоя делаете по-сухому. Так, и также, если, например, мне хочется поработать с шармиконами, нужен теклос. А так как я еще решила сделать слой из стемпинга, мне по-любому нужен будет теклос, чтобы, ну, во-первых, здесь блестки, выровнять блесточки, избавиться от диспрессионной пленки, чтобы у меня стемпинг хорошо, качественно ложился. Поэтому в любом случае у нас здесь, видите, два в одном. Теклос нужен и для стемпинга, и для шармиконов. Так, шармикончики. Ой, сейчас пластин. Сейчас мы найдем новые пластины. У нас есть, она прям такая чисто морская тема. Вот она, морская история. и возьмем белый лак. Юля, ты мне лаки не вернула для стемпинга. Как не вернула? А где они стоят? А, все, пардон. Можно сейчас не, 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 мне только белый нужен, мне больше ничего не надо. Сейчас крапер, видишь? Пойдет так. Катя засранка называется. Юль, ну я только один сделаю, я ж не буду... Ну надо четыре. Надо четыре. Ну надо помочь Юле, да. Так, ладно. У вас еще один эфир будет. Да, еще один эфир. Я вот вам помогаю, видите? Так, так. Ну, с рыбками я буду делать, поэтому под рыбуся. такой вариантик сделали. Все, и больше ничего наносить не нужно дополнительно, можно сразу же приклеивать шерми кончики. Можно еще подсушить. Так, ну давайте здесь вот как раз возьмем рыбки, звездочки. мягкие, очень тонкие, поэтому очень нежненько, аккуратненько снимаем. Так, так. аккуратненько нежненько снимаем все и здесь какую-нибудь надпису ручку шермиконами чуть-чуть быстрее работать чем со слайдерами вот единственно понятно что им иногда цветности не хватает вот но иногда это и не нужно все также наносим prime что prime хорошо держит дизайн хорошо выравнивается можно замоделировать особенно если вот блестки как мы сейчас использовали если вернуться опять вот к этим шерми кончиком которыми мы начинали прям самого начала работ вот сделать их вообще просто на однотонном покрытие сейчас посмотрим минимализм минимализм взять для этого 442 цвет гель-лака сделать матовым пусть он блестящие да но под матовым будет тоже офигенно смотреться ой какой цвет красивый я говорю цвета настолько самодостаточные что не требует в принципе даже дизайна так сушим также берем теклас так здесь смотрите что у нас получилось тема у нас сегодня шарми кончики новые так наносим теклас сушим будем перекрывать матовым топом там будет такой щас знаете минимализм совсем так сушим подольше пока сохнет давайте еще разок быстренько пробегусь так цветочная история представлена только в одном шарми кончики единственном потому что шарми кончики это как они всегда такие черно-белые вот поэтому цветочных историй мы мало делаем шарми конах в основном это слайдеры очень интересная тема вот такая сафари шарми кона офигенный причем здесь вот и текста много там вот он спрятан текст вот такие пятна классные плюс если вы это сделать еще в сочетании со стемпингом блин не нужно быть художником чтобы создавать классные варианты дизайна ногтей и шарми кона такая история которая конечно же облегчает эту жизнь мастерам кто не рисует вот конечно сердечками тема вот но мне например это сильно яркого то да а вот сейчас если на весну для меня это просто сделать однотонное покрытие по одному сердечку на ноготок и будет очень классно да многовато например так ладно все теперь берем нашу историю с такими деталями хаотично просто с вами разбрасываем можно парочку штучек можно одну дайну сделать это на все 10 ногтей да вот больше ничего не нужно матовый топ и потом обязательно пройтись сделать объем бойтесь что матовый топ сколется с глянцевой поверхности можно дополнительно пройтись каким-нибудь топом с липкостью например топ слайдер вот а потом только наносить матовый топ все и потом в принципе берете джемте клер до объемный гель без остаточной липкости здесь в принципе можно обойтись топом вот prime берете он такой пастозный будет комфортно это делать задубившим кисточки все и выделяете эту историю на матовом это будет примут очень хорошо все такой вот очень быстрый вариант дизайна все и вот это для таких кто вроде как хочет дизайну сомневается да они считаются считают дизайн вульгарным до дизайн это мувитон многих же есть такое представление и действительно таким клиентам в принципе лучше дизайна не делать себя будет некомфортно чувствовать смотрите и вот на такое нюдовое нейтральное покрытие если добавить несколько таких элементов даже на все ногти на два ногтя вот не знаю это будет хорошо сочетаться например с бижутерией с кольцами это не будет отвлекать внимание вот правильно скивова лена написала я обожаю шармиконы где то есть какие то фразы когда делаешь компоновку и остается эффект незаконченной композиции слова приходят на помощь да все правильно шармиконы это такие элементы они же на клеевой еще и основе когда вот вы чувствуете чего то не хватает даже если например вы делали ручную роспись художественную в любой технике но чувствует чего то не хватает вы буквально раз два три повыбирали какие то фразочки наклеили даже разные уже будет более законченный вариант композиции на этом я с вами прощаюсь еще раз напомню шармиконы продажи будет на эмишоп точка ру с 5 апреля уже на следующей неделе я уверена что дистрибьюторов у многих будет раньше вот что касается европы шармиконы по моему точно будут потому что если например те же слайдеры нам их очень сложно завозить в европу зачастую это сейчас не рентабельно потому что я же говорю вот почему то в европе все равно дизайн его как то потребляют меньше чем например страны снг россия азия там я не знаю арабский весь мир да вот они дизайн любят вот в европе это как то вот все очень отстроено вот шармиконы в европе точно будут вот всем желаю хороших выходных которые ждут нас впереди берегите себя и ваших близких всем пока пока пока